Ну, здравствуйте, ну привет, ну хэллоу, ну йоу, с вами снова Кейн, сегодня мы вместе с вами возвращаемся на официальный Майнкрафт Реддит, для того, чтобы посмотреть на самые топовые посты за последний месяц. Я думаю, вы, наверное, все знаете, что это наши ежемесячные выпуски, поэтому сегодня мы посмотрим, что же постит сообщество Майнкрафт на этом Реддите. И тут будут и постройки, и баги, и лаги, и моды, и арты, и чего здесь только нету. О-май-гад! Мне очень нравится смотреть на Реддит вместе с вами, поэтому я очень надеюсь, что мы сможем набрать 13-23 лайка, please, come on. Ну и рандомный комментоз, перед началом залетает тот Арт Энн, который пишет, смотри этот видос, у меня появляется только один вопрос, почему? Я думаю, это не один такой, у многих появляется вопрос, почему, когда они смотрят мои видео, поэтому, что ж, я думаю, мы просто начнем наш сегодняшний выпуск. И, как вы можете видеть, здесь у нас самый топовый пост за последний месяц, который набрал 73 тысячи апвоутов, и здесь написано, я сделал квазар, который поглощает звезду в Майнкрафт. И каким образом ты это построил, боже мой, посмотрите, если вы не знаете, квазар, это вообще как бы черная дыра, которая одна из самых ярких, или даже самый яркий объект в нашей видимой галактике. И также из этой черной дыры исходят вот эти два энергетических луча, я честно не помню, почему они образуются именно в квазарах, и также тут у нас есть вот этот диск, я не помню, это плазма была или что, но мы можем видеть то, что звезда у нас как бы голубая, это означает, что это нейтроновая звезда, и это очень красиво. Я честно не помню, что это за лучи, друзья, ребят, я смотрел Побединского, я смотрел Топлис, я вроде как это знал, но теперь я забыл. Напишите в комментариях, объясните мне немножко квазары, друзья, но это выглядит просто шикарно, боже мой, как это можно было построить в Майнкрафте? Как это сделано? Понятное дело, что это не вручную сделано, но даже с помощью каких-либо программ, как это сделано настолько круто, поэтому, вау. Ну что же, это был самый топовый поз за последние месяцы, идем дальше. Мини-комикс, давайте посмотрим, 64 тысячи апволтов, здесь написано Визор на Джаве против Бэдрок, а что с Визором на Бэдроке, я даже не знаю, но давайте посмотрим. Hello, I'm kill you. Oh no, I'm trapped in a cave, I'm just gonna spin in circles until you kill me. Окей, то есть он говорит, я тебя убью, и потом пишет, о нет, я застрял в пещере, теперь я буду просто крутиться на одном месте, и ты меня убьешь. А Бэдрок Эдишн, окей, а что происходит на Бэдрок Эдишне с Визором-то, друзья? Потому что это более-менее правда, друзья, вот это на Джаве, то что Визор, когда он застрял в какой-то пещере, то он, в принципе, никуда далеко не уйдет, он просто будет крутиться на месте. А на Бэдроке я даже не знаю, почему такое происходит, не знаю, я знаю, что вы, некоторые из вас, играют на Бэдроке, напишите мне в комментариях, что это означает, что делают Визоры на Бэдроке, но походу что-то очень ужасное. Посмотрите на этот комик, посмотрите на те лица, окей, хорошо, хорошо, ясненько. Что мы видим здесь? Это у нас арт, который я сделал недавно благодаря Майнкрафту, благодаря Майнкрафту, арт Майнкрафт, благодаря Майнкрафту. Так, у нас здесь музычка, на всякий случай не будем ее включать, а вдруг это копирует, а погодите, а я понял, аааа, он на основе скриншота в Майнкрафте перерисовывает, так сказать, всю эту сценку. Только можно мне качество-то улучшить, почему все пиксельно, это, боже мой, вот это уже другое дело. Так, давайте посмотрим финальный результат, очень, опять качество, и, ребят, я, я не знаю, что происходит на Реддите, каждый раз, когда я включаю видео, качество понижается, и потом снова становится хорошим, и потом снова понижается. Алло? Йоу, а это выглядит-то очень красиво. То есть, что он сделал? Он построил прикольную постройку в Майнкрафте, сделал скриншот, и поверх этого скриншота, уже, я понимаю, в фотошопе, просто дорисовывает... У-у-у, а вот это-то здорово. Окей, и сравнение. Вау. О-о-оу. Окей, 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 окей. Это, это, это GG. Это просто отличнейшая работа. Еще раз хочу посмотреть сравнение в конце, вот здесь вот было. Давайте посмотрим, вот это скриншот, посмотрим еще раз. Просто скриншот из Майнкрафта, аметиста, и так далее, тупо удобно, красивый дом, и потом получилось это. Вау, какие талантливые люди существуют, боже мой, окей. Что ж, у нас были пока только арты и постройки, поэтому давайте посмотрим. Я хочу, я хочу больше дичи, потому что мы также на Реддите встречаем много дичи, вы знаете, поэтому окей. Я потерял мой редстоуновый факел, теперь я грущу. Что, простите? Звук? Звук есть, давайте посмотрим. Потерял редстоуновый факел. Так, редстоуновый факел не открывает дверь. Окей, окей, что мы видим? О, ага, секретный проход. Секретная лестница, которая ведет куда? Ам, what? Это что сейчас было? Погодите, это так и задумано? Походу, да, это так и задумано. То есть, это секретный проход в секретном проходе? Или, или как? Погодите. Что происходит? Он покрутил, покрутил факел, покрутил его еще раз. Секретная комбинация. Окей, три раза нужно было прокрутить его, нажать на кнопку. Четыре раза даже надо это сделать. О, боже мой, как это делается, друзья? Как делаются такие механизмы? Окей, и что он теперь сделал этим самым? О. А? У него сгорел факел. А теперь-то что? Что происходит? А, открылся проход. Еще один проход. Это секретный проход в секретном проходе, который был в секретном проходе. И теперь на него падает лава. А, нет, все продумано. Все просчитано. И он упал в какую-то комнату, где нужно ввести какой-то пароль в виде рычагов. Так, у него это получилось. Он снова идет куда-то наверх. Он опять в какую-то комнату рандомную попал. Ребята, у меня сейчас голова закружится. Что происходит? Теперь что? Сломал картину. Поставил картину. Факел сюда. Взял факел. Так, я все еще не понял название этого видео. Вот, типа он потерял свой... Лодка? Откуда взялась эта лодка? И куда он поплыл? Ребята, что происходит? Я не понимаю. Как? Что? Где? Почему? Куда он поплыл? Так, он пытается пройти сквозь картину, но далеко... О, он прошел сквозь картину. Как? 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 Куда это сделал? Погодите, тут ступень... Аааа... Так, можно что-либо делать? На лодке проплыть через... Ступеньки? Кварцевые? Окей, он опять куда-то кинул факел. Опять что-то где-то открылось. Но, ребят, это слишком... Это слишком жестко для меня. Я не понимаю такие механизмы. Но я горжусь человеками. Человеками, которые делают такие механизмы. Погодите, а что это за высотительные знаки? Это мод какой-то? А, это типа высотительный знак, что можно собирать уже пшено. Окей, неплохо. Швено и остальные посаженные вещи. Так, погодите, теперь что он делает? Он закидывает все в компостер. Дальше-то что? Боже мой. Сколько длится это видео? Три минуты! Окей, мы досмотрим до конца, потому что это суперинтересно. Почему бы нет? Гиф. А, погодите, читы. А, погодите, он потерял... Нет, он не потерял факел. Картошку. А, типа, у него не хватило картохи, чтобы закомпостировать себе блок земли. Нет, это было точно. Костная мука, извините, я перепутал это с другим модом. Костная мука, а дальше что? Опять здесь тонный факел. Опять что-то происходит, что-то там открылось. Опять факел поставил. Опять факел вернулся. Открылась еще одна дверь. Открылся проход. Здесь какой-то слайм-блок. Что происходит? О, нет, написано, я не понимаю. Так. Попробую. О, стоп, он снова в этом доме. А, он попал внутрь дома, который был в самом начале. А-а-а, вот это я понимаю. А какие, я все еще не понял название этого видео. Теперь я понял название этого видео. Вот теперь он потерял свой рестон-факел. Окей, но это было очень круто. Вот это я понимаю профессиональное использование механизмов. Окей, ладно. Хух, идем дальше. Что у нас здесь? Я сделал дизайн 3D, принт, кое-каких клавиш на клавиатуре с новыми текстурами. Как вам они? Йо-о-о, это выглядит офигеть как круто. Еще и с подсветкой. Погодите, а как он сделал подсветку на кнопку? Или, или же эта клавиатура, хотя выглядит, как какая-то старая клавиатура, если посмотреть на вот эти кнопки. Но каким образом у него подсвечиваются именно кнопки? Это, получается, Escape, а это F1, F2, F3 и так далее. А-а, или может быть он подсветку, так сказать, влепил в сами уже блоки отдельно. Нефига, ну как, погодите, еще один скриншот. Класс. Класс, друзья Окей, вот это я понимаю Вот это я понимаю, настоящий артист, можно сказать Неплохо, мне очень нравится Хорошо, что? А, музыка копирает Я боюсь, я боюсь Что у нас здесь? Это видео 4 минуты длится Ладно, я не думаю, что мы его полностью будем смотреть Но здесь написано 10 плюс километров Трасса, которую я строил В 2016 году Трасса 10 километров Как отсчитывать километры В Майнкрафте? Получается, что 1000 блоков, это километр? Наверное, да? 1000 блоков Получается, как километр Типа, каждый блок это метр, наверное, я не знаю Но я не думаю, что мы Это полностью будем смотреть, это, конечно, очень Крутая трасса, я вижу, что здесь Было проделано очень много Работы, и это, конечно же, респект Класс, здорово Но это слишком долгое видео, друзья И эта дорога, это просто трасса Которая крутая, выглядит круто, но Окей, давайте немножко промотаем вперед Интересно, чем она закончится О, она в город какой-то ехала Въехала Окей, хорошо И эта трасса заканчивается где? О, видео, давай И заканчивается эта трасса Почти что заканчивается Погодите, она превратилась в тропинку В какую-то проселочную дорогу Окей Камон И заканчивается она Вот здесь Окей, хорошо Молодец, парень 40 тысяч лайков Неплохо Что у нас здесь? Ты можешь заполнить гигантские зоны С помощью блоков воды Даже не блоков воды А именно Источников блоков воды Через... За небольшое время Используя лед Аааа Давайте посмотрим Как это делается Ну вы поняли Блок Источник воды То есть это означает Что вы не просто разлили воду сверху И она потекла вниз Потому что таким образом У вас получается Что-то типа водопада И не заполняются полностью блоки Которые находятся То есть Не заполняются Блоком источника воды Они заполняются Текущей водой Ну Я надеюсь вы понимаете О чем я, друзья Окей, давайте просто посмотрим Что он делает Он делает, так сказать Просто лед через один блок И таким образом Так О, погодите А, я теперь понял Да ладно И все это Остается как Окей Ровная вода, друзья Все блоки Это источник воды здесь Окей Погодите То есть Все, что он сделал Я даже предположить не мог Что это так делается То есть, окей Он просто расставил лед С двух сторон Всего лишь двусторонний С четырех А только с двух Сломал все сначала С одной стороны И потом доломал Все с другой стороны И все растекло Ребят, вы это знали? Я не знал Окей Хорошо Потому что единственный способ Я знал, чтобы сделать Так сказать Много блоков Источников воды Это поставить Например Эти самые водоросли И потом по водорослям Просто слить воду В самый низ И потом разломать водоросли В самом низу Таким образом Вы получаете именно Source Blocks Именно воды Окей Хорошо Неплохо Ну а это у нас Пиксель арт Какой красивый I found this picture In texture files Погодите Нашел эту картинку В текстурных файлах Стоп В каких текстурных файлах? В самом Майнкрафте? Ты нашел эту картинку Внутри Майнкрафта? Она там была по дефолту? Окей Джеб Объяснимо Жанк Объясните Что здесь происходит Откуда эта картинка? 1, 2, 3, 4, 5, 6 И седьмой Падает вниз Я не знаю Что мы должны здесь Как бы понять Но окей Они что-то строят Слушайте Ну прикольно Я думал это просто Какой-то пиксель арт А это оказывается Было найдено В текстурных файлах В самой игры Окей Хорошо Идем дальше Что у нас здесь? Моя мама Ей 40 с лишним лет Она играет в Майнкрафт Первый раз Она играла в Майнкрафт Первый раз вчера И представляю вам Ее самый первый дом Погодите Так это же офигеть Какой крутой дом Я даже сейчас Спустя 10 лет Играю в Майнкрафт Я не могу построить Такой дом Окей Окей Неплохо Слушайте Найс Грац Грац Мама Грац Молодец Это просто здорово Отлично Слушайте Посмотрите Еще какие ступеньки Она сделала Офигеть Смотрите Тут стены поставлены Все-таки красиво И сам дом Довольно-таки шикарный Ну нифига Все поздравляем Маму Этого парня Молодец Молодец Отлично Идем дальше Что у нас здесь? Теперь Я просто не могу играть в Майнкрафт Без подключения к интернету In the new launcher Серьезно Я не обновился еще Друзья На новый launcher Я не обновился Потому что Да потому что не обновился Я не знаю почему Но тут теперь Пишут То что Вы не сможете зайти в Майнкрафт Без интернет-подключения А где это написано? Типа Играть в демо А что такое демо Майнкрафт? Что такое демо? Вы серьезно Не можете зайти в Майнкрафт Без Интернет-подключения? Серьезно Типа Вам нужно Приконнектироваться К вашему аккаунту По-любому Чтобы зайти в Майнкрафт Слушайте Странно Это должны пофиксить По-любому Возможно Это какой-то баг Недоработка Поэтому окей Напишите в комментариях Вы сталкивались С этой проблемой Потому что Я еще не обновлялся Новый launcher Ну и плюс Я не думаю Что Я когда-то буду без интернета И буду пытаться Заходить в Майнкрафт Хотя кто знает Ну да ладно Что-то здесь Diamond Block Плюс Skulk Vain Равно Magma Blue Magma Block Аааа То есть если смешать Алмазный блок Плюс Вот эти вот Skulk Вот эти вот Вены Можно так перевести Вейн Или как Короче вы поняли Вот этот вот новый Налет Этого самого Skulk сенсоров Я не знаю Как по-русски назвать Друзья Я без понятия Поэтому не знаю Но если положить Поверх алмазного блока То это выглядит Как голубой Magma Block Хорошо подметил Неплохо Реально выглядит Очень круто Можно использовать В декорациях Поэтому красота Идем дальше Следующий Следующий пост Еще больше красоты Боже мой Вот это поляна Вот это поляна Вот это горы Вот это красота Это так сказать Ландшафт Который я сделал Поздравляем Поздравляем Парня Офигеть Еще плюс Он добавил Облака Шейдер И выглядит все Конечно просто Красиво Шикарно Замечательно Идем дальше Что это здесь Team Seas Banner А Team Seas Это сейчас хэштег Который идет Чтобы так сказать Спасти океаны Так сказать Это очень хороший хэштег Поэтому я Я его поддерживаю И кто-то сделал Специальный баннер Для них Это погодите А он даже сделал Инструкцию Как такой баннер сделать А он сделал Волну С помощью логотипа Моджанг Это интересно Если вам нужно Вот туториал Друзья Красава Красава Потому что Team Seas Это очень-очень хороший Так сказать Мувмент Это очень хороший хэштег Поэтому нужно Спасать океаны Друзья Потому что мы Разрушаем нашу планету Друзья Мы здесь вообще-то живем А мы ее разрушаем Поэтому окей Спасаем океаны Идем дальше Работаю на Стратегичным модом Для Майнкрафта Вот пока что Мой прогресс Давайте Давайте построим Маленький замок Что вы думаете Окей Три минуты Давайте чатим Что здесь происходит Опять музыка Я конечно не доверяю Этой музыке Кто знает Какой-то мод он делает Стратегический мод А погодите А погодите О май гад То есть это вид сверху И ты управляешь Кликами Прям как в стратегии Как в играх в стратегии Я только сейчас Для меня до первого Погодите И какие-то три стива Начинают все за тебя строить Да ладно Это же офигеть как круто Ребят я настолько Обожал в детстве Ну не в детстве А вообще В своей молодости Играть в стратегии Мне так нравились стратегии И Погодите Он реально видит все сверху Погодите Он может передвигать камеру Он может передвигать камеру Он сейчас будет это делать Погодите Я просто хочу посмотреть И он просто кликает И ставит блоки А точнее Он кликает И показывает Куда ставить блоки Потом три стива За него работают Прям как в стратегиях Друзья Окей Заполняет Все досками Сейчас не пропадут И теперь стива Будут заполнять все досками Класс Погодите Он 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 дальше что-то строит Слушайте Я хочу этот мод Покажите Мне этот мод Дайте мне сделать на него обзор Мы обязательно его Посмотрим Как только он выйдет Потому что Он еще написано Все еще работает над этим модом Поэтому Окей Вот он просто летает И кликает Друзья Как он это сделал И откуда берутся Эти стива Окей Типа поставить это сюда Поставить это сюда А есть какое-то меню Где ты выбираешь Какие блоки Или мы Эм Или мы Этого просто не видим Он так записал Просто видео Хотя Ну Опять же не знаю Давайте посмотрим Что у нас здесь Ну вот Построил небольшой замок Ну я бы не назвал это замком Маленьким замком Я тоже бы это не назвал Но все равно Вот это Вот это я понимаю Вот это интересный концепт Вот это интересная идея И как она реализована Боже мой Что он теперь все выбрал И дальше что Ага Ничего Просто все выбрал Вау Аплодисменты автору Как его зовут Ре Реминант Реминант Молодец Продолжаю в том же духе Надеюсь ты закончишь этот мод И мы сделаем на него обзор Гигантская печенька Орел 46 тысяч бетона Я дал Себе целую неделю Для того чтобы сделать Гигантские орелы И теперь я доволен Своими результатами Надеюсь вам понравится Это в сурвайвеле Окей Эм Это круто Но зачем Ну окей Нет это забавно В сурвайвеле То есть парень То есть это без команд Построено друзья О он все засветил Внутри чтобы не спавнились Мобы Ребят ну окей Конечно поздравляем Его с его финальным Это с этим результатом Получилась печенюга Гигантская Красивая Но зачем Зачем Ну в принципе людям понравилось 30 тысяч лайков Поэтому почему бы и нет Да Печенька гигантская В Орел В Майнкрафте Йол Класс Окей Давайте пойдем дальше Следующее О это уже у нас Этот светлячок В сообществе Майнкрафт На этого светлячка Все так ругались Потому что это тупо Два пикселя Друзья Ну вот могли же Вот так сделать Это просто дополнение То есть это дополненная Версия этого светлячка Здесь написано Это светлячок Но тут больше чем Два пикселя И сделано в блок бенч А ну ребят Ну вот это уже реально Выглядит очень круто И тут ну как бы Минимум пикселей Но уже видно Что это какой-то Какой-то моп А не просто Два пикселя Друзья Но окей Надеюсь Моджанг Присушивается к сообществу И сделает что-то Ну более интересно С светлячком Поэтому идем дальше Вулкан Друзья Мы только что Сделали релиз Нашего датапака Терролит Который Создает Новую генерацию В 1.18 Вулканы Всякие драматические Скалы И еще много Всего Без модов Йооо Это О май гад Это выглядит шикарно Вот эта генерация Вот это я понимаю Вот это я понимаю Потому что Я вот смотрю На версии 1.17 1.18 Вот эти все Новые обещанные Типа генерации мира Окей Это прикольно Но мы хотим Что-то подобное В Майнкрафте Моджанг Давайте Что-нибудь прям Такое вообще Жестко серьезное Добавим в Майнкрафт Новую генерацию мира Вообще Ко-нибудь сумасшедшую Это конечно Выглядит круто И это датапак Здорово Поэтому его тоже Можно скачать А вот это Красивый мост Из меди Друзья Ну вот Как раз таки Парень говорит о том То что Новая генерация Ландшафта В Майнкрафте На 1.18 Я так понимаю Он имеет это ввиду Заставили его Просто сделать мост Между корабля А мост Выглядит шикарно Также написал то Что Новая генерация Плюс новые блоки То есть Он выбрал блок меди Который окислился И выглядит просто красиво Он видите Использовал очень много цепей Ну-ка еще Есть фотки? Фотки Скриншоты Слушайте Это реально Это реально Офигенный Красивый мост Это очень здорово Молодец парень Молодец Поздравляем А это Star Wars Или я ошибаюсь Погодите Что это у нас здесь Taking some final shots At my base Before Последний Так сказать Последний Обзор Последние Скриншоты Моей базы Перед тем Как наш сервер Обновится На 1.18 Ага А погодите Все сотрется Окей Это не Star Wars Это что-то Ну такое Sci-fi Я даже не знаю На чем это основано Но выглядит просто шикарно Это похоже на какую-то Даже подводную базу Хотя нет Это похоже на какую-то Ну это явно космическая Какая-то база Очень здорово выглядит Как будто Ну все парит реально В воздухе Даже вот эта вот Башня Которая подключена Только к вот этой горе С помощью этого туннеля И плюс какой-то Инвертированной пирамиды Вот там внизу Ну это круто Только почему видос лагает Почему он так лагает Окей Ладно Ничего страшного Это здорово Это класс Надеюсь На 1.18 Вы Или ты Построишь что-то Еще лучше Поэтому идем дальше Это лучшее Что я смог сделать Надеюсь вам понравится Minecraft Title Screen Background А то есть он обновил Ааа Он обновил бэкграунд То есть он его перерисовал Сам я так понимаю Слушайте Ну это прикольно выглядит Только почему просвечивают Именно Название на кнопках Через Меня это как-то Немножко напрягает даже А сам фон Выглядит конечно шикарно Очень красиво Такой экспрессионизм Я бы даже Это назвал Или Или Импрессионизм А какая разница Идем дальше Что мы видим здесь Друзья Я потратил Последний год Работая Над гигантским 4000 на 4000 Star Wars Tatooine Recreation Map Ааа Он передел Весь Tatooine Tatooine Говорилось Я сейчас Слушайте Star Wars Не смотрел Уже 100 лет Поэтому Надеюсь Здесь Некоторые мои билды Что вдумаете Давайте посмотрим Давайте посмотрим Это реально Tatooine Я помню Tatooine Это тот песчаный Песчаный город Там еще обитали Эти мелкие Чувачки Я не помню Друзья Не важно Но нет Это выглядит шикарно Молодец Молодец парень Ооо Он даже Ооо Как назывались Эти штуки На которых они гоняли Ааа я не помню Слушайте Это ностальгия Когда я все это вижу Потому что я Star Wars Смотрел когда я был мелким Потом Все новые Новые части Сиквелы Приквелы Я не смотрел Друзья Там вроде бы Даже выпустили Какой-то сериал По Star Wars Я уже без понятия Друзья Но нет Это выглядит конечно шикарно Парень Молодец Ооо Майгаз Он летает на этой штуке Она работает А погодите Я знаю откуда он взял Я видел такой датапак На сайте Planet Minecraft Что можно было добавить Этот мопед Я не знаю как его назвать Но он был Поэтому возможно Мы даже когда-нибудь У него посмотрим А это что такое Ооо Еще нейтронная звезда Которая Ааа Мне кажется Она находится в моменте Так сказать Взрыва И после этого Она превращается в квазар В черную дыру Вот с этими двумя лучами Я прав Или я не прав Погодите А я даже Я сделал Я построил нейтронную А где блоки Ааа Вот это сделано Из блоков Почему Скорей Шот Такого плохого качества Почему он такой маленький Алло Вот это как бы просто Как бы фотка Ну это не фотка А просто такой монтаж Как эта звезда Излучает энергию, вроде бы. Моя лошадь до и после 14 поколений of potion breeding. Что такое potion breeding? Ребят, я даже не знаю. Извини за аудио, я не знаю, а что с аудио? А, окей, не надо, не надо. Погодите, что такое potion breeding? Это как работает? Погодите, окей. Это какая лошадь ты мне показываешь? Это до? Ага. Просто лошадь, да? Potion breeding? Как-то... Кормить ее зельями? Или как это работает? Я не понял. Короче, он едет на лошади. Она едет медленно. Это обычная лошадь. Что мы видим? Таймер где-то будет или как? Что-то мы должны понять. Что-то мы должны понять. Окей. Он возвращается обратно. Погодите, что он берет? Он берет хлеб. Да. И теперь он берет хлеб. Еще хлеб. Так, ребят, что мы здесь делаем? Я не понимаю. Он куда-то приехал и поставил обратно свою лошадь. Покажи супер лошадь теперь. Что ты с ней сделал? Вот это, я так понимаю, супер лошадь, да? Так, давайте посмотрим. Во-первых, прыжок будет выше? Нет, прыжок обычный, но скорость. О, боже мой! Погодите, а как можно лошадь такую улучшать? Я даже не знаю, друзья. Он играет на... Если не ошибаюсь, на, так сказать, на консоли, но все равно. Объясните мне, пожалуйста, что такое potion breeding? Потому что я без понятия. Окей. Крутая лошадь. Поздравляем. А мы идем дальше. Потому что у нас еще один арт, друзья. У нас есть Fallen Angel. Та самая картина, которую, так сказать, перерисовали. Не то, что перерисовали, а воссоздали в Майнкрафте из блоков. И это красиво. Это очень круто. Плюс, она имеет объем. Это очень здорово. Видно, что вот эти блоки, так сказать, выходит за, так сказать... А, вы, короче, поняли. Найс! Красота! Идем дальше. Что-то здесь. Коты... Погодите, что с этим... У него один глаз? Погодите. Cats are not what they see. Коты это не то, что мы о них думаем. Или как мы их видим. Окей. А, погодите! Я только что понял. Окей, 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 окей. Смотри, то есть это обычный кот. А-а-а! То есть это обычный кот, у которого, типа, зеленые глаза. Но автор в этих двух глазах увидел один глаз. Ребят, я не смогу это развидеть. Я не смогу это больше развидеть. Я буду всегда теперь видеть котов именно такими. О, боже! Это стрёмно! Оно одновременно очень круто. Окей. Окей. Это реально... Это реально очень странно, друзья. Но это круто. Окей, хорошо. Вот и неплохой пост. Идем дальше. Мой survival проект на данный момент. Это та самая... Погодите, что-то... Это случайно не та самая башня, которая находится в Бразилии. Не башня, а статуя, извините. Или это что-то другое. Но пока что она как-то не закончена. Но уже людям понравилось. 25 тысяч лукасов набрала эта башня. Не достроенная. Поэтому, окей, я надеюсь, мы увидим ее достроенную когда-нибудь. Невозможный лабиринт, иллюзия, которую я сделал с помощью командных блоков. Ну-ка, покажи. Для меня нет ничего невозможного в Майнкрафте. Все возможно. Окей, не без звука. Там что-то было написано. Ладно, мы пропустили. Окей. Он идет вперед. А. Стоп, как он... Как он это сделал? What? Погодите. Погодите. Это с помощью командных блоков сделано, потому что это мне напоминает иммерсив портал. What? Это мне напоминает иммерсив портал. Реально, то есть не вклидывал... Окей. Окей, 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 окей. Спокойно. Ребят, мне кажется, здесь есть немножко монтажа. Как вы думаете? Ну, ребят, ну слишком плавно все переходит. Я не думаю, что здесь использованы только командные блоки. Мне кажется, здесь есть небольшой монтажик. Да как он это делает? Окей, теперь он пойдет туда, и там не будет золотых блоков, да? Что там будет? Там будет вход в лабиринт. И золотые блоки теперь на той стороне. А, я видел монтаж. А, нет, это просто видео началось заново. А, я думал, я видел склейку. Типа, дойди до голода... До голода, до золота, Чтобы выиграть. Окей, 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 окей. Да, это немножко ломает мозг. Я не знаю, как он это сделал. Я не знаю. Возможно, все-таки, да, он использовал командные блоки. Поэтому, красава, молодец, что я могу сказать. А идем дальше. Боже мой, сколько текста. Мне нужно это читать. Давайте почитаем. Я делал фейерверки, ракеты-фейерверки С начала октября. Только для одной цели. Для того, чтобы отправиться в самый конец мира И обратно с помощью элитры. А, погодите, мы видели этого парня. Мы видели его пост на реддите, вроде бы. Окей. И что в итоге? Я почитал. И мне понадобится 44 шулькер-коробок Со стаками ракеты, я так понимаю. Я думаю, я что-то запущу на 1 миллионе. 10 миллионов, 15 миллионов, 20 блоков. И, of course, на 30 миллионов. Увидимся, ребят. У, погодите. То есть он будет, так сказать, выкладывать свой прогресс. 1 миллион блоков пролетит. 10 миллионов. Потому что, по идее, что? То есть конец мира будет после 30 миллионов блоков? Я правильно понял? Или как? Давайте посмотрим. Он, я так понимаю, будет показывать все свои ракеты, которые у него есть. Да? Ну, давай, побыстрее. Побыстрее, побыстрее. Мы ждем. А, ну да. Это все, да. Шулькер-боксы с ракетами. Точнее, не с ракетами, а с ферверками. Окей. Но это, конечно, здорово. Ты подготовлен. Мы видим. И мы уже второй твой пост видим за, так сказать, наши обзоры Реддита. Но мы хотим увидеть твое путешествие. Поэтому гоу. Гоу-гоу-гоу. Наверняка, когда он сделает что-то интересное, мы увидим его в топовых постах за последний месяц. А это что такое? Визуализация каждого, так сказать... А-а-а. Это визуализация каждого возможного прыжка козла. Окей. Слушайте, а это прикольно. Мне нравится. То есть, это все возможные, так сказать, его траектории. Куда он может прыгнуть, да? Я правильно понял? Окей. Это неплохо. Как ты это сделал? Как ты это сделал? Окей, хорошо. Идем дальше. Шоу. У нас тут-то такое происходит. Я сделаю фабрик 1.18 мод. Цель которого... Overhauling Entity Animation. То есть, улучшить анимации, так сказать, персонажей и существ. Сомас Парган. Семь френдли. Чтобы без ресурс-паков и на любых серверах все работало. Вот что у меня получилось пока что. Ну-ка, покажи нам свою новую анимацию. Так, пока что выглядит круто. Так, 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 так. Хороший, хороший бег получается. Неплохо двигается плащ. Прыжки забавные. Окей, окей, окей. Пока что мне нравится. Что-то еще. Опаркурчис. Он будет прыгать... А, нет. Он не будет прыгать по этим твердолистам. Или как они называются? Я не помню. Вау. Прикольная анимация падения. Тоже неплохо. Слушайте, ну это здорово. Это реально здорово. Опять же, люди делают моды офигенные. Которые я хочу, чтобы они побыстрее выпустили. Потому что я хочу делать на них обзор. Камон. Камон, камон. Так, опять же, по лестницам поднимается очень круто. И вот паркурчис небольшой подъехал. Неплохо. Ну как он будет полянам? Теперь по этим кустам забираться. Отлично, друзья. Ну прям как по лестнице, но все равно. То есть анимация та же самая должна быть. И что будет? Он прыгнет в лаву? Или нет? Он просто медленно идет в сторону камеры. Класс! Ребят, это реально здорово. Отличный мод. Надеюсь, ты его поскорее выпустишь. А мы идем дальше. Теперь, так как я могу строить на 64 блоков ниже моего мира, я наконец-то могу сделать это. Это типа рука, которая тянется к сосульке из Бедрока. В чем? Окей, это выглядит прикольно. Но погодите, а это что-то означает? Нет, это прикольно выглядит. Хорошо, сосулька из Бедрока и рука тянется к сосульке. Не из Бедрока. Хорошо. Знаешь, что такое? Он зачистил, так сказать, все вокруг подводного храма. И что? Высушил весь океан для монумента, чтобы... Just for it to be on a slime chunk. А, потому что это чанг, где спавнится слайм. Серьезно? Ну окей. Нет, ну выглядит очень круто, когда он все так высушил и сделал такой круг офигенный вокруг. Кольцо такое офигенной стены. И плохо идем дальше. Здесь такое... Will that happen? Что-то произошло. А можно... А, нет, авто. Авто, авто, авто качество, ребят. Это означает, что качество будет вот такое. Окей, что произошло? Покажи мне. О! Ребят, из-за этого качества ничего не видно. Я надеюсь, вам было видно. Короче, его друг поймал крипера на удочку. И... И взорвался. Погодите, а как активировался крипер? Погодите, я вот... Крипер активировался еще в полете. Вот смотрите. А, нет, он активировался, когда он подлетел ближе, да, к игроку. Окей, ладно, хорошо. Значит, все правильно. Окей, неплохо. Хорошо. Продолжай в том же духе, парень. Как защитить своих куриц от лисы? Давайте посмотрим, что здесь происходит. А! Окей. То есть... Окей, хорошо. Это забавно. Но для каждой курицы я не буду делать такой механизм, чтобы лиса не смогла на нее прыгнуть. Окей, это забавно. Что с качеством сегодня происходит? Ребят, ребят, Reddit, Reddit, пофиксите ваши качества, пожалуйста. Я хочу нормально видосы посмотреть. У меня хороший интернет, у меня все грузится. Но почему-то... Вот, опять, видите? Опять качество пропало. Я не знаю, я сдаюсь. Все, я не знаю. Что у нас здесь? Это MacBook. Точнее, ноутбук. Я разрисовал мой, так сказать, хромбук моего сына для школы. Еще Airbrush. То есть он это сделал с помощью краски. Блин. Блин. Красота. Флексить будет в школе? Окей. Окей, хорошо. Что у нас здесь? Из-за того, что 1-18 уже не за горами. Я calling it a day on my city. Что? Я calling it a day on my city? То есть... А? Ну, я вроде понял. Calling it a day, это типа он закончил. Все, он закончил работу над своим городом. Я начал около двух с половиной лет назад. Боушон, это больше двух тысяч часов. Это, короче, его самая жесткая постройка. Погодите, мне... Ууу, да нифига себе. А можно побольше скриншотов-то? Ну, отсюда мне мало чего видно. Мне кажется, я где-то видел вот этот вот храм, который здесь у нас есть с башней. Почему-то. Мне кажется, он уже выкладывал скриншоты. Окей, поздравляем с твоей постройкой. Я думаю, я думаю, ты, конечно, заслужил столько лайков. Даже больше, мне кажется. Молодец, парень. Молодец. А мы идем дальше. Что у нас здесь? Голем корова. Голем кау. Минус 200 IQ. Способ, чтобы... А? Чтобы что? Чтобы удостовериться, чтобы железные големы не застревали. В смысле? Так, я не понял отсылку. Что здесь происходит? Туториал. Он переименовал корову в голем кау. И дальше что? И они оба стоят в воде, которая течет при течении. Но, опять же, я вижу там лаву внизу. То есть... Ребят, я не понял. Я не понял, ребят, что здесь происходит. Объясните мне, пожалуйста, если вы поняли. Потому что я без понятия. Голем, чтобы не застревал. Но при чем здесь корова? Не понял. Ну да ладно. У, прикольный арт в бутылке, друзья. Окей. Который затонул в океане. Просто здорово. Неплохо. То есть это скриншот, который, я так понимаю, обработан потом в фотошопе. Потому что мне очень нравятся вот эти вот эффекты воды. Которые находятся... Которые проявляются вокруг этой бутылки. Ну окей. Это выглядит довольно-таки забавно. Мы идем дальше. Редстоун. Механизм, который делает что? Стоп. Он забир... Он сворачивает лестницу. А погодите, я понял. Это эскалатор. Оу. Оу, это работающий эскалатор. Офигеть. Окей. Окей. Я только сейчас... Все, я вот читаю название. Ездил работающий эскалатор еще давно. Еще давным-давно. И вот он. Вау. Хе-хе. Неплохо. Неплохо. Красава, парень. Идем дальше. А то у меня крипера. Да. Да, логично. Уу. Он сделает это с помощью маленьких кварцевых колонов. Или кварцевых блоков. Нет, погодите. Это не кварцевый блок. Это блок кости. Кости. Нет? Или это кварц колонная. А я откуда знаю, друзья. Но это выглядит очень круто. На самом деле, да. Крипер идеально может быть именно таким. Внутри себя. Поэтому. Найс. Идем дальше. Следующий пост. The biggest cobblestone. Самый большой булыжник. Почему большой? Почему это булыжники? Что здесь происходит? Давайте посмотрим. Ааа. Иллюзия. А что? Погодите. Как он это? Как он это сделал? Окей. Это склейка, понятное дело. Это скле... Здесь все склеено, но... Вот, я видел склейку. Окей. Но все равно... Но все равно это выглядит довольно-таки забавно. То есть камень ставит его ровно под углом. И это получается большой булыжник. Окей. Окей, окей, автор. Окей. Прикольно, прикольно. А это небольшой арт. Что мы видим? Мы видим аллея, который переносит медного голема. Нотные блоки. Погодите. Что здесь происходит? Типа он... Окей, мы знаем то, что аллея работает с помощью нотных блоков. Таким образом мы его активируем. А, типа я понял. Аллея просто забрал, начал собирать, так сказать, глейра и медного голема. Окей. То есть аллея приносит тебе все, что ты ему даешь. А ты ему дал железо медного голема. Короче, окей, прикольный арт. Идем дальше. Еще один арт с хоглинами. Найс. Очень красиво. Я не знаю, почему людям нравится рисовать хоглинов. Я уже видел несколько артов. Ну, мы с вами видели несколько артов на наших выпусках по реддиту. И людям реально нравятся хоглины. И это выглядит довольно-таки круто. Поэтому... Класс. Что я могу сказать? Окей. Идем дальше. Э? Икея? Икея Эйршип? Окей. Неплохо. Мне очень нравится, как это выглядит. Погодите. Нет, это не Икея. Это... Икаэ? Икея. Икаэ? Почему Ик... Стоп. Икея? Икаэ? Э? Я запутался, друзья. Почему написано Икаэ с этой стороны? Я не понял. Ну да ладно, хорошо. О, вертикальные Майнкрафт предметы. А мы делали обзор на как раз-таки этот ресурс-пак совсем недавно. Вроде бы. Или я его еще не выпустил. Нет, я его 100% уже выпустил. Поэтому да. Мы уже смотрели на этот ресурс-пак. У меня есть видосик на канале. Тонненький забавный. Просто некоторые предметы делают вертикальными. Не просто, что он их поворачивает. А он их прям перерисовал. С помощью вертикальной, так сказать, перспективы. Окей. Мы видим топор. Наконец-то закончил мой железный топор. Сделанный из древа. Из дерева, друзья. Он сделал. Что с качеством? 240p. Окей. Идем дальше. Что это он здесь? Holy crap. Луис Вирн Майкроф. Видите? Луис, это где было? Это что? Это? Это Гриффины, да? Это же Гриффина? Это же Гриффины. Вроде бы. Илья. Илья попутал это с другим мультярём. Короче, окей. Класс. Не прикольно. Нет, наоборот. Хотел сказать прикольно. Что это за такая дичь такая? Что это такое? Что это такое? Объясните мне. So. Мой друг и я соскучились. То есть нам было скучно. И мы сделали огненную... А? Мы сделали шрайн. Это можно сказать как не храм. Шрайн переводится как... Сейчас, сейчас, погодите. Сейчас я должен вспомнить. Шрайн это... Я забыл, друзья. Пойду переведу. Окей. Святыня. Я бы никогда не вспомнил, что это святыня. Но окей. Мы сделали, короче, огненную овцесвятыню. Окей. С гастом для того, чтобы он стрелял в других. Что вы думаете? Ну, поздравляем. Боже, это уже просто замечательно. Окей. Молодцы, ребята. Так, что мы видим здесь? 3D-принт Аксолотля, у которого двигаются его конечности. У-у-у. А вот это здорово. Блин, ребят, мне так хочется приобрести тоже 3D-принтер и печатать всякую дичь. Потому что это выглядит очень забавно. Мне нравится. То есть ты можешь просто на компе сделать все, что угодно и распечатать это в реальной жизни. Мне кажется, это просто... Это будущее, друзья. Это очень здорово. Хочется, конечно, приобрести 3D-принтер. И это выглядит довольно-таки забавно. Прикольно Аксолотль получился. Так, ребята. Я не знаю, сколько мы уже сегодня записываем. Но давайте заспидраним. У нас такая традиция уже появилась. В конце наших обзоров мы спидраним посты. Поэтому мы видим хлеб отлично. Мы видим какой-то механизм, который что-то... Жангли... Вау. Погодите, это круто. Погодите. Третья волна. Это механизм, который жанглирует, друзья. Жанглирует песчаными блоками. Окей, неплохо. Тут у нас татуха чего, простите? And the universe said I love you because you're love. Погодите. Это из финальной... Да, из финальной поэмы в Майнкрафте. Окей. Неплохая татуха. Идем дальше. Что у нас здесь? Здесь секретный вход в мою базу. Красава, молодец. Тут у нас леса. Тут у нас прикольные билды. Тут у нас еще один арт. Тут у нас какой-то редстоун. Тут у нас скриншот, точнее, фотка с телефона, с телевизора. Тут у нас еще что-то. Тут у нас это самое диски Майнкрафта. Бла-бла-бла. Короче, друзья, окей. Это был Reddit. Сегодня, я думаю, мы будем закругляться. Мне очень сильно понравилось. Надеюсь, вам тоже, друзья, вы поставите лук. Мы обязательно ровно через месяц снова вернемся на этот Reddit. Посмотрим на, опять же, лучшие посты за последний месяц. Поэтому, йоу, ребят. Надеюсь, вы поставите лук. Надеюсь, вы напишите комментос. Надеюсь, вы подпишетесь на канал и жмякните колоколец. Потому что, помимо обзоров Reddit, у нас тут каждый день какая-то дичь на канале выходит. По два видоса в день. Поэтому не пропускаем. Ну, а с вами был тот самый Клей. И всем пока.